Тесно звёзд и мечтают В тёмную ночь Ты, любимая, знаю, не спишь И у детской кровати дай бог Ты слезу оттираешь Как я люблю В глубину твоих ласковых глаз Как я хочу Не пришаться сейчас Губами Тёмная ночь Разделяет, любимая, нас И тревожная чёрная степь Прорегла между нами И прочь Верю в тебя Дорожую подругу мою Эта вера отнули меня Тёрной ночью хранила Радость ко мне Я спокойно смертельно пою Знаю, встретишь с любовью меня Шок со мной не скучилось Смерть не страшно Снеги раз мы встречались с детьми О, ведь теперь Надо мною Она кружится Ты меня ждёшь И у детской кровати не спишь И поэтому Знаю, со мной Ничего не случится Тёпная ночь Привет, Спронтер Здравствуйте, Миночка Я совершенно не помнила Внешность Юры Ведерникова Лучшего нам больного Когда в мае В мае 73-го года Совершенно неожиданно Получила от него Первое послание Я, конечно, разосела За ответное письмо А как же не ответить Человеку Находящемуся на фронте Привет, Спронтер Нина, здравствуйте Спасибо большое за письмо Я, конечно, понял Что вы ответили мне просто Чтоб не обидеть меня Я довольно высокий Гонкий Лёвый класс в свет Был дворожный ранен У меня две награды Звёздочка Из-за твала Я не знаю Вспомнили вы меня Вы ещё спрашивали меня Откуда я Я жил на Урале В Сверовске Там окончил 10 лет Оттуда и пошёл в армию Для наших больных Московский господин Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Был сегодня Нина, здравствуйте И субтитры Алексею Дубровскому Был в Интер nav 있어 Все удачи На все время Он спел Субтитры Алексею Дубровскому Был в Интердне ПЕСНЯ Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят груз жёлтые дожди. Жди, когда снега метут, жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыть вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придёт. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждёт. Жди меня, и я вернусь, не желая добра. Всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Всем пусть поверит сын и мать. Сядут у огня, выпьют горького вина напоминавшей. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь, всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет повезло. Непонятнее ждашь им, как среди огня. Ожидание своей, и ты спасла меня. Привет, Слава Анатольевич, здравствуйте, Нина. Сегодня такая радость, что я получил ваше письмо. К сожалению, в этот же день вечером произошло несчастье. Убила моего слезнового, Васю Колбину. Он был очень хороший парень, и мы здорово дружились за это время. Я вам признаюсь, ночью, оставшись в землянке один, я в лапу. Как маленький. Представляете, я мужчина, командир из года и в лапу. Очень трудно привыкать к смертям, но что делать, в война и в войне. ПЕСНЯ 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 И снова солнце, закат, я вижу перед собой, И не орёт наш комбат, и не зовёт им тепло. Я вырезаю ножом на деревянном русске, И я твоё. Мы с пацанами сидим на лихо-чёрной земле, И вспоминаем друзей ваших на этой войне, И думаем об одном, что у кого-то из нас Будет пуля в песке. Война, бесконечная стрельба над головой, И лежит в сырой земле, товарищ мой, Даль из марши, моя крепкая в руке, Тихо плача при луне. Пишу тебе, я боюсь, что нет твоей здесь вины, Что нет назад, не уйди, я сам хотел бы уйти. Я думаю об одном, основном, дорогом, Любовь мою сохранить. Нам стоит за тобой, серьёзный и роковой, И будет нам наша кровь проливаться рекой, А если переживу, то ожидает меня Дорога домой. Война, бесконечная стрельба над головой, И лежит в сырой земле, товарищ мой, Даль из марши, моя крепкая в руке, Тихо плача при луне. Война, бесконечная стрельба над головой, И лежит в сырой земле, товарищ мой, Даль из марши, моя крепкая в руке, Тихо плача при луне. Когда я развернула конверт, Там лежал смятый, но ещё не совсем засохший, Но хоть и красный цветок. Красивого у него ничего не было, Он был будто разданный, И на бумаге были красные следы От его сока, словно кровь. У меня сдобило грудь. Глядя на цветок, я совершенно ясно чувствовала, Что это последнее письмо Беденкова. От героев былых времён И осталось порой имён Тех, что приняли смертный бой Стали просто землёй, гробой Только грозное дно блестит Подселило сердца от живых Этот вечный огонь Над завещанной одним Мы в груди хранили Посмотри на своих бойцов Сделай светом и дым лицом Он застыл, поддаём строю Снова старых друзей узнаю Хоть и мне двадцати пяти Трудный путь им пришлось пройти Это те, кто в штыки Поднимался как один Те, кто брал вверх ПЕСНЯ 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 Перед вами я приняду Выступание учащейся 7-го В-класса Музыкального проводителя Клинина Ивановна ПЕСНЯ 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 КЛАВАНИ ПЕСНЯ В нашим библиотекам Слезонимых Я и уже тоже устала Ребята, вот книга помилования 7 книг есть в совхозной библиотеке К сожалению, в нашей библиотеке Помилования на русском языке нет Но зато есть на ваших языках ПЕСНЯ Великая Отечественная война 1921-1925-х годов оставила глубокий след в истории человечества. Прошло 60 лет с тех пор, как закончилась война, но до сих пор отзывается болью в памяти и сердцах людей. Боль в потерь и радость побед в те годы переживала вся страна. Эта война дала бесчисленные примеры величия человеческого духа, стойкость. Великая Отечественная война Великая Отечественная война Доброта и гостепринство Сергея Тимофеевича и жены его Ольги Семеновны привлекали во в дом людей рад и славь общества. Они разные по сказу и убеждению бывали на знаменитых оксаковских субботах. Герцен, Гоголь, Чедаев, Белинский, Бакунин, Шевченко. Все они тянулись к оксакову, как живительному предмяку. Именно семья отца как решающая роль играли дети, а их было в одиннадцатый. Дети были в постоянной страницею. И на родной ловке, и в выписке на столу. А детей несколько разднулись, что уже внутри, и не приятность. И дальше славы си старших. Они присутствовали при посещении друзей, принимали участие в беседах о литературе, театре, истории. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Аксакову было 57 лет, когда он опубликовал свое первое произведение. И в течение 10 последних лет своей жизни он создал записки об ружении рыбы, записки ружейного охотника Оренбургской губернии, семейные проники, детские годы багрового внука, которые дали нам понять, что только в крепкой семье и семейных отношениях с природой возможно наше будущее. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Озер светлые, бездольной глубиной, Икони резвые, несчетные груднами. На них не смотрится с холмов, Любуется собой. Приветствую тебя, страна Забвенна, Страна обилий и всех земных богатств. Не вечно будешь ты в презрении Забвенны, Не вечно для них служить ты будешь пас. Забвенна Забвенна КОНЕЦ 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 Но он не побоялся на последок рассказать миру сказку своего детства, сказку «Включи тупологии» деревянской шапере дали. Господа, помолися, Господи, прости нас, Богородица, Его радуще, Благодатная Мария, Господь с тобою, благословенно ты, Джона, благословенно плод чрева твоего, як и Спаса родила, и всю душу нашу, во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресной в веки веков, аминь. Помоги, Господи, в некем царстве, в некем государстве жив был богатый купец, именитый человек, много у него было всякого богатства, дорогих товаров заморских, жемчугу, драгоценных каменьев, золотой и серебряной казны, и было у того купца три дочери. Все три красавицы, а младший лучше всех. Государь ты мой, батюшка, родимый, не вези ты мне золотой и серебряной парчинь, не черных соболей сибирских, не ожерелья бурмитского, а привези ты мне, батюшка, маленькой цветочек, крашей которого нет на белом швете. Аленький цветочек. Могли бы мы предположить тогда, что этой сказке создено бессмертием, что именно эта бесхитростная история о том, как черное зло в жизни подверждается любовью и благодарностью, станет навсегда символом рода отца. Что слова аленьких цветочек будут первыми выходящими на лун после того, как будет предъяснена предъяснение. Поутились ее очи яркие, подкосились ноги резвые, пала она на колени, обняла руками белыми голову своего господина, доброго, голову безобразную, противную и запела истошным голосом. Ты встань, пробудись, мой сердечный друг, я люблю тебя, как жениха желанного. И в том дне сказки в детстве заварив оходе вспоминал, за три только чувства, переупований, милосердия, благодатствия. А чтобы понять эти три чувства и мудрость, а чтобы понять эту вечную мудрость, надо бы жить в детстве, и надо бы на прожить ее так, как в детстве. И означает долг, с трудами и заботами, с гористами разности для семей, с доблаками с тобой и с вами. Только бы душа говорила. Давай, сейчас и дочери. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok